Федеральный закон от 22 ноября 2016 года номер 385 ФСЗ о единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию, определил порядок установления и выплаты единовременной выплаты в размере 5000 рублей. Выплата полагается гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсии на 31 декабря 2016 года. Единовременная выплата будет устанавливаться по данным документов, находящихся в распоряжении пенсионного фонда в выплатных или пенсионных делах, поэтому обращаться с заявлением на установление единовременной выплаты не требуется. Если пенсионер является получателем двух пенсий, то есть является военным пенсионером, и вторую пенсию он получает по линии пенсионного фонда, то свою единовременную выплату он получит через управление пенсионного фонда. Управление пенсионного фонда в Кашхабльском районе было назначено единовременная выплата 8352 пенсионерам. Все доставочные документы на выплату переданы в доставочные организации. Единовременная выплата будет производиться с 11 по 28 января текущего года. Доставка единовременной выплаты будет осуществляться по тому способу доставки, по которому пенсионер получает свою пенсию. Если пенсионеру выплата пенсии была приостановлена в связи с окончанием срока выплаты или по другой причине, то в случае возобновления, восстановления пенсии выплаты пенсионеру с декабря 2016 года и на 31 декабря 2016 года пенсионер будет иметь право на пенсию независимо от вида пенсии, то ему тоже полагается единовременная выплата в размере 5000 рублей. С января 2017 года также вступил в силу федеральный закон 143 о внесении изменений в некоторые законодательные акты в части увеличения пенсионного возраста для отдельных категорий граждан. С января 2017 года пенсионный возраст чиновников будет увеличиваться на 6 месяцев и к 2032 году пенсионный возраст для женщин составит 63 года и для мужчин 65 лет. При этом новые правила коснутся только государственных, гражданских, муниципальных служащих, а также лиц, занимающихся государственной должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, муниципальной должности на постоянной основе. Для остальных наших граждан-россиян пенсионный возраст остается прежним, для мужчин 60 лет и для женщин 55 лет. Также хотелось бы напомнить, что согласно действующего законодательства 400-го Федерального закона о страховых пенсиях для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинам в 55 лет в 2017 году необходимый страховой стаж составляет 7 лет и обязательно наличие индивидуального пенсионного коэффициента не менее 11,4.